привет привет миша ну мишу вы наверное уже знаете это тот бренд ambassador ну представься сам ну я тот парень который рассказывает и несет светлое и прекрасное про виски с непроизносимым названием бруклади бруклади так сложно говорится но очень сложно пишется о да я сегодня принес две бутылки одну вот в такой вот несерьезной бирюзовый тубе у него уже несерьезного береги пожалуйста классик что классик ладе большинство читают это слово как леди и думают что это действительно женский напиток или какой-то возможно ликер на основном который вот в летнее время как раз очень подходит это честный настоящий скотч шотландский односолодовый виски правильно говорить односолодовый или солодовый мне нравится слово солодовый и то и другое но наш термин российский односолодовый он путает очень многих людей односолодовый люди думают из одного солода сделан а на практике все несколько иначе сделан на одном заводе из соложеного или пророщенного ячменя но там же может быть много сортов ячменя того я не узал это солдок много правильнее сказать просто солодовый виски здесь нет зернового зернового нету ни в коем случае стаканчики да здесь написано бруклади на стаканчиках еще мы начнем сегодня начнем как раз и него с него смотрите да вот она бирюзовая туба а вот показывает ранее упор нашим оператор бирюзовая туба из нее появляется вот такая вот бирюзовая бутылка на бутылке написано в принципе да туба пустая и больше нет бутылки и вот горшок пустой при может стать и подойти вам к оператору прогрессивные гибридские дистиллеры это то как мы сами себя называем прогрессивные не с точки зрения традиционного понимания этого слова прогресс это значит тесла айфон последний так далее это веселье прогрессивные скорее с точки зрения нашего нестандартного подхода сейчас прогресс в индустрии производства шотландского виски это что это автоматизация это ускорение это уменьшение себестоимости уведомо норма тоже разумно да давайте коротко откуда такой цвет почему бирюзовая бутылка потому что в оформлении этого выпуска или этой разновидности бруклади мы пытались передать чуть-чуть перуара на острове очень много дождливых дней но иногда выглядывает солнце и залив лохендал вернее вода в нем иногда приобретает вот такой вот оттенок некоторые говорят оттенок тифани нифига подобного мы называем это aqua color ну а цвет воды морской а вот такая вот штука бруклади значит что в бутылке виски из не копченого нет орфинового ячменя крепость этого вискаре 50 тоже здесь написано на ней очень стандартная виски крепкий до купил одну бутылку разбавил немножко получил полторы я шучу так не надо делать ни в коем случае а в классе клади расшифровываю давай определенный артикль конкретный классик классический ладе это уменьшительно ласкательная форма слова led led это приятель друг чувак ну то есть чувачок дружочек приятель дружище классический дружочек такой дружочек и собачку дружок да и подписан скотиш барли то есть это виски сделаны только из шотландского ячменя на секундочку все что делает завод бруклади делается только из ячменя выращенного в этой стране перейдем к продукту сколько лет вот этому дружище классическому другу придется мне немножко поболтать на что это самый распространен болтали или и языком и в бокале в бокале можно поболтать но я расскажу про это коротко сами вот эти вот три слова за классик ладе не отвечают на вопрос не про возраст не про специфику бой вот вот мы хрена не говорят ни хрена так вот виски без указания возраста из шотланд на достаточно много на основу эйштейн и большинство производителей снабжают бутылку без цифры примерно одним и тем же описанием или что в бутылке находится отличные спирты отлично выдержанные и супер смешанные при этом в виске очень просто вкусный хороший миски но как бы нет конкретики за классик ладе это первый шотландский односолдовый виски рецепт которого может узнать любой смертный сейчас я вам покажу как это делать до этого мне нужно привстать современные технологии прогрессивные а на каждой такой бутылке бирюзовый есть технический номер вот здесь скажи оператору прям в упор да в этом техническом номере нас интересует пять последних цифр верхней строчки через слэш в данном случае это 18 слэш 168 18 это год когда виски был розлит в эту бутылку 168 это номер партии из которой наша с вами конкретная бутылка происходит что нужно сделать дальше дальше нужно зайти на официальный сайт brooklady.com вот мы на него залезаем тут всякие разные бутылки нам нужно просто выбрать нужную на нашу бутылку он до кликаем на нее зависимости от бодрости интернета загружается нужная страница она сейчас загрузится крупненько снова наша бутылка что мы ничего не перепутали и здесь 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 есть окошко которое называется transparency рейс и пикот что переводится как код смотрите я ввел пять цифр никакой магии нету уличный он думает и показывает нам собственно говорят то что нам было любопытно узнаем а что мы отсюда узнаем давайте прям крупненько чтобы люди смогли нажать на паузу и посмотреть это шапка самая основная информация чтобы сделать партию из которой наши с вами конкретная бутылка взяли семьдесят три бочки в этих бочках 4 спирта 4 виски разных возрастов 4 винтажа я все отсюда ждать что две разновидности из меня использовали чтобы сделать весь этот виски и 73 бочки можно развить на 7 разновидности сам дуб я между сами емкости и дальше детали по ночам их количеству и всему остальному сразу давайте отвечу на возраст трехлетний ли это виски или нет а ты самый молодой виски который был в этой парке именно да вот в этой партии в этой нашей конкретной бутылки был дистиллирован 2010 году таких бочек сразу стать статистику и разброс было пять плюс одна шесть плюс 27 33 все 33 бочки из 73 были с виски десятилетий нет смотрите 10 в десятом году или восемнадцатом стиле восемь лет семь потому что считается только целый календарно честно говорить про 7 честных лет разновидности бочек из-под ископанского хереса из-под бурбона из-под испанского хереса сейчас ты хочешь сказать всем что не каждая партия имеет свой собственный рецепт аромат или смотрите рецепт и действительно виски из разных партий внутри вот этой вот разновидности для классе клади могут слегка отличаться и как мы искренне не верим в то что низкий можно штамповать как детали делать абсолютно отлично 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 50 крепость без холодной фильтрации без подкрашивания все что делается на заводе билл подрашивание да тот свет который получился но кстати говоря непрозрачность бутылки тоже такая провокация легкая что ты либо доверяешь и покупаешь на тебя цвет не смутит а если не доверяешь но можно на что-то другое да парам лет при этом честный настоящий же прекрасный аромат спиртозности вообще не чувствуем 50-ми сказал нам денег где там 50 где там слушаем а у нас же оператор все не пьет давай николай на ленту же обязательно а тот а николай у нас сюда пользуется успех у нас у меня задрожали руки не то что у николая держи коля оп вот и можете снимать сквозь бокал давай что мы должны почувствовать в аромате сурсе смешно я вот тот человек который действительно верно может лишиться работы иногда за какие-то свои высказывания я искренне никогда не рассказываю людям что они должны почувствовать я иногда озвучиваю свои ощущения но все мы разные нас смотрит куча людей хотя меня утверждали что он на солото использовать не копченую не они подкопчено если где здесь вот промо то она такой незначительной волной я как-то у меня есть есть гипотеза откуда она берется потому что островной на сто процентов все что делается на нашем они там голода все там же одно выдерживается от первого до последнего дня на острове айла и в общем-то этого души молча кроме нас и вторым омана никто не делать на острове я имею ввиду сто процентов спиртов чтобы выдерживалась там поэтому ну все действительно впитывает вот этот вот морской воду эту соль эту йод этот йод эту йод а из из атмосферы из перуара слышно прикольно очень мне нравилось пить да вот ну какой-то привык в определенный момент жизни мне казалось что тот кто не пьет вообще тут полный дурак вообще как можно жить вот в этом мире вот в таком полном противоречии ерунды еще и трезвым я бы сказал что богатые светлые легкие и это не лезть и не не рекламную немножко летний такой аромат такой свеженький свежий опять же сейчас тизер это мое личное мнение а на мой взгляд фруктовый сладкий дисплеер и достаточно виски и он каждый каждый раз каждая партия слегка может отмечаться привыкли айловский это должен быть топе копчалный такой должен быть давящим превалирующим на все ну давайте николай на троих как говорится всегда и веселее собрать внутри грешно смеяться над больными людьми слушай но чувствуется вот это на торфяность мне она мне то есть это ароматика под копчености она здесь есть во всяком случае мне в аромате и и чуть-чуть чуть-чуть а во вкусе я сделал небольшой глоточек вот эти 50 сейчас сказали парень нас там действительно 50 этих не обмараться туда да да там тепло 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 ну и послевкусие ну с маленького гладка мне нужно сделать побольше давай николай пола точек побольше конечно коля не звенит так не честно вот так честно уже заляпал весь бокал сладенько вкусненько ты знаешь 50 меня ну 50 вот здесь даются в лотке вот этих 50 я не почувствовал а вот когда они сюда пошли парень ты поаккуратней со мной частный дружочек до классический дружочек крепкий дружочек опять же каждый производитель он выбирает крепость по своему усмотрению вот мастеру показал что 50 супер если тебе купившему эту бутылку кажется что 50 это много можно добавить льда я не вижу это ничего дурного повтори еще раз вот не вижу ничего да можно на камеру да ничего дурного не добавление льда ничего дурного не вижу в добавлении небольшого количества воды газированной воды сока камней замороженных чего угодно все это меняет наше восприятие напитка итак вы берете кувшин и наливаете воду в бокал с виски чтобы снизить градус напитка 35 35 градусов по настоящему идеальная крепость для того чтобы виски попала на ваше небо так ну что мне по глоточку воды и что нас ждет сегодня и следующий завершающий драм вот это как раз виски которые можно отнести к монстрам айловски мы с вами пробуем две крайности первый у нас сегодня был вот такой легкий хорошем смысле я надеюсь фруктово-цветочный в бирюзовой бутылки цвета морской волны а второе у нас будет октамар это виски которые делаются из мега копченого ячменя и так страшно это произносишь знаете с я боюсь его уже пить октамаром я вам скажу просто как по моим ощущениям на него реагируют люди когда я про николая было удобно показывать а тебе соответственно когда я про него рассказываю когда они впервые готовятся к дегустации я людям рассказываю что вот это прямо такая ну жесть в хорошем смысле слова и экстребрия мощный самый окуренный ячмень ну так вот вроде как и пьемов вот этих вот final parts per million их здесь лютое количество если сравнивать ну с тем же самым лафройда арбегом лаговулиным многими любимыми на клевые виски то здесь этих пипе вот в этом конкретном релизе он называется октамар 8.1 они номерные так повелось просто у нас здесь их но 167 против условно говоря 40 в лафройде допустим то есть четыре с лишним разом больше фенолов впитал ячмень чем может быть мы сегодня нашли лафрой просто ароматом закончили люди думают сейчас мы попробуем виски с запахом дыма с вкусом дымом с послевкусием дыма вот этих вот кирзовых сапог вот этого криозота будем вычищать зубы еще пару дней но это просто будет жесть вот ну как бы попробовать может быть посмеяться опять же в хорошем смысле над собой что вот история с амором самого дымного копченого началась с очень простого вопроса нашего хэд дистиллировать от того вот самого джима макьюина он однажды приехал на солодовню которая для нас солодит просто ячмень не окуривает его для бруклади и задался очень простым вопросом а можете ли вы закоптить ячмень ну вот как-то прям люто максимально мир не видел ячменя окуренного больше чем если ничего не путаю 80 пипе на тот момент это был уже потолок это было что-то нереально в общем-то его никто такими цифрами не интересовался не было на 1 до и же мари слушать им можете вот прям закоптить люто немножко ячменьем попробуем сделать небольшую просто даже эксперимент экспериментальным таким вопросом задался а что если вообще получится закоптить если получится получится ли сделать виски так родился автомар все ждали как раз что будет просто напиток со вкусом ароматом послевкусим и так далее а тут пипец будет полным наливать это уже виски бочковой крепости 59 и 3 он делается без холодной да он делается без холодной фильтрации без подкрашивания просто нас нет оборудования нет ни для того ни для другого миша скажи пожалуйста нашим зрителям ну и лишний раз и я услышу муст присадал что такое холодной фильтрации для чего она вообще делается хавралась холодной фильтрации если очень емко это процесс вот туда это процесс удаления сложных органических химических соединений из алкоголя в основном это масло не секрет что масло при низкой температуре она затвердевает обычно а если его нагреть она плавится но сливочное масло допустим можно вспомнить и масло присутствуют виски в роме в коньяке потому что они туда попадают из браги в процессе перегонки и определенным образом разные химические снижения сложные виды изменяются в процессе выдержки откислительно-восстановительных реакций и они там есть то есть ты просто берешь напиток из бочки там есть эти масла полюбова не в общем-то формируют текстуру ароматику и определенные вкусовые нюансы тоже могут придавать напитку что делать большинство производителей перед тем как разливать напиток по бутылку по бутылкам бутылировать его они напиток охлаждают таким образом вызывают температуры если я ничего не путаю вот здесь вот я могу ошибаться по моему четыре градуса точно 4 а и пропустим и нас этом я читал до пропускает через фильтр ну грубо говоря давать масло масло выпадает в осадок она остается на этом фильтре а кто-то ну есть такие виски энтузиасты которые говорят о том что холодная фильтрация она удаляет убивает душу напитка убивает часть ароматики текстуры и так далее кто-то говорит обычно этот производитель можно услышать что простой обыватель по простой потребитель не сможет отличить вот перед ним поставь два стакана один был подвергнут холодной фильтрации виски а другой нет ну то есть разницы человек не почувствует а мы не знаем мы никогда не экспериментирует просто потому что у нас нету такой технической возможности у нас оборудование старинная технология относительно новое молчего делается холодная для того чтобы обезопасить себя с точки зрения репутационных рисков то есть не понял сейчас поймешь допустим в шотландии или где-нибудь на островах карибских сделали соответственно виски или ром холодной федерации не стали подвергать сломался у них этот аппарат просто разлили по бутылкам вот эти бутылки едут через всю нашу страну на улице минус 35 минус 37 ездят фуров все отлично фуры это довозят до какого-нибудь норильска наконец мы хотят норильска на фури не очень доедешь ну допустим доводит довозят эти бутылки и из магазина допустим розничного выходит добрый хороший человек в китайском пуховике чтобы принять эти бутылки поставить их на полку и люди смогли купить и он просто ради любопытства достает одну бутылку из коробки а в бутылке из-за температуры на улице ниже 30 образовался осада или взвесь на оборот или виски приобрел такой молочный оттенок и вот туда молока не нужно плеснуть это как раз вот эти вот масла поменяли агрегатное состояние что этот человек сделает он скажет я это принимать не буду со своей фурой давай нажать откуда приехали там и естественно закрепиться убеждение что бренд этот производит либо что-то низкокачественное либо этот бренд подделывают кому это интересно а абсолютно никому поэтому производитель дабы обезопасить себя делают холодную фильтрацию даже при любой температуре ним ваш напиток не помыть не абсолютно верно да вот такая вот штука сушен аромат меня просто вот тот любимый который аром ароматик который я все время вылавливаю в черной этикетке самого знаменитого пешехода вот вот это вот мне нравится словом не больничка криозот деготь но в то же время он такой легкий и ласковый наш если если вот в этом самом лафоге арбеги вот этот аромат у нас здесь он легче почему-то я не знаю хотя тут эти прям я я же ожидал здесь и валят ставлю свои пять копеек вот стилистическое отличие копченого виски из дистиллерии бруклади от октамора пор шарлот от наших соседей от благовулина арбега лафройга все друзья все соседи там нету какой-то там жесткой конкуренции именно такой человеческой стилистическая разница в том что пор шарлотты октамор они не богаты на медицинские тона вот то чего достаточно много у наших соседей в их напитках там да 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 там более скажем так а агрессивные вот эти вот здесь и вот чем дольше держу банал держался попробовал давайте друзья про мне терпится мне попробовать зачем терпеть еще 93 59 и 3 это и ваше здоровье марсиане василий графич но это уже было вы три раза предложили за здоровье давайте выпьем за что-нибудь другое например за удачу он будет молодой человек надо пить за здоровье не вчера подвернулась удача здоровье не хватило номер выпуска 81 количество ппм тоже есть на бутылке и выдержка 8 лет только вот этот парень стоит на витринах магазинов может стоить честно скажу октамор это не то что можно встретить в обычном продуктовом магазине за тёрочку за такими вещами нужно идти либо винный бутик либо в какой-то специализированный магазин но я думаю что ориентироваться нужно на цифру в 15000 вот по такой бутылке да это дорогое удовольствие друзья но попробовать что такое 167 ппм другой опции нет то есть невозможно сэкономить пойти в пятерочку и какую-нибудь другую бутылку с такими параметрами естественно только шотландский ячмень без холодной фильтрации без подкрашивания так как низкий же мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск я резюме кратенько этим этим напитком до хорош интересен ну если обидеть я не беда и не стандартный тот шотландский солодовый виски которым я привык который хорош плотен аромате но в широком смысле этого слова но вот это вообще теперь мой новый герой прям 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 супер великолепен напит пожелать что-нибудь пожалуйста нашим зрителям подписчикам канала марс клуб что пить летом в каких количествах какой компании слушай но я воспользуюсь возможностью сделать рекламу давай рука в том что завод бруклади это единственный завод единственная дистиллерия на острове который делать не только виски 3 разновидности бруклади пор шарлотты октамор но делает еще и джин джин есть вот там вот на полке у нас белого земли джин ботанист джин тоник с ботанистом это вообще суперский летний напиток слушай давай следующий мой приезд москву мы обязательно продегустирую ну и расскажем нашим зрителям от жизни почему нет обещаю гарантирую всего а ты не пожелала желаю вам попробовать пока мы его не продегустируем виртуально все вам доброго подписывайтесь ставьте лайки и нажимайте на колокольчик и помните в бокале философия в бутылке целые приключения иногда на ту точку на которой иногда снимки всего вам доброго пока до новых встреч пока пока пока